Добрый день, уважаемые новобрачные и гости. Сегодня, 28 марта 2017 года, вступает в брак Анастасия и Дмитрий. Если же вы давно хотели купить или продать свой собственный сервер по сампу, ксгу или майнкрафту, но не знали, как это правильно сделать, чтобы вас не кинули, тогда сайт smoru.ru вам в этом поможет. Там вы можете приобрести готовые сервера по любым играм с высоким онлайном и огромной прибылью, а также продать, как я уже сказал, свой собственный сервер по разным играм, и всё это на сайте smoru.ru. Ссылочка будет в описании, поэтому переходите и закупайтесь по полной. Всем привет, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Диман, и мы продолжаем снимать сериал «Реальная жизнь». Друзья, да, давным-давно я выпустил предыдущую серию, на которой попросил набрать 5000 лайков, и вы наконец-таки достигли этого предела. И теперь, друзья, я выпускаю новую серию, где сегодня, я признаюсь в любви своей любимой Насте, и мы, ну, скажем так, будем венчаться или же зарегистрируем свой брак, но на самом деле сейчас я нахожусь рядом с церковью и договорился о том, чтобы мы сегодня же его зарегистрировали, потому что я очень этого хочу. Кстати, прошел уже месяц после предыдущей серии, и мы немножечко поменяли свой автомобиль. Да, друзья, наш Блэйк Джек теперь превратился в красную красопету, которую я подарил Насте, и это ее машина, а у меня на данный момент машины нету. В общем, друзья, спасибо вам огромное, хотелось бы выразить за то, что вы действительно меня поддерживаете, лайкаете, и просто очень часто пишите о том, что давай быстрее уже, Ржеху, давай быстрее. Но почему же так я затягиваю? Давайте я вам просто объясню. Друзья, на самом деле снимать это все, бегать по городу, конечно же, потом монтировать, это напряжно, а сейчас у меня уже в семье два человека, которые, конечно же, нуждаются в материальных благах. Конечно же, мне приходится как кормильцу своей семьи работать, работать, не покладая рук. И я подумываю о том, блин, ну, я, наверное, таки лучше еще на какой-нибудь второй работке немного подшаманю себе деньжат, чтобы мы потом, в принципе, не голодали. И поэтому у меня иногда затягиваются серии, друзья. Да-да-да, не удивляйтесь, но и просмотров на предыдущих уже сериях стало, ну, очень мало, и я не знаю, друзья. Вот реально, есть такая мысля о том, чтобы вообще прекратить съемки данного сериала, найти какую-нибудь там вторую постоянную работу и уже работать, и, конечно же, наслаждаться, зарабатывать деньги и просто вести свою обычную жизнь. Не знаю, друзья, в общем, вам решать. Давайте так, если на этом видосе набирается 7 тысяч лайков, то тогда следующей серии, конечно же, быть. И поэтому, народ, все в ваших руках. Желаете дальше вашу эржеху, то обязательно ставьте просто лайки и пишите положительные интересные комментарии, которые впоследствии я смонтажу где-нибудь в середине этого видоса. Все, народ, в принципе, все, что у меня изменилось, я рассказал. Кстати, тетушка приехала, она, кстати, тоже будет на свадьбе, и она подготовила какой-то, ну, просто супер-пупер-приз. На самом деле, об этом знаю только я, Настя об этом вообще не знает, потому что она еще даже не дала согласия, но я не думаю, что она мне откажет, я в этом просто-просто, ну, мягко говоря, уверен, но не на все 100. В общем, сейчас я отправляюсь домой, делаю ей предложение, а потом мы регистрируем свой брак, и, соответственно, потом, как обычно, пати, все дела, и мы с утречка отправляемся, друзья, в кругосветное путешествие. Просто замечательно. Все, народ, сейчас, как только я подъеду домой, я, блин, включу и на камеру, наконец-таки, сделаю этот долгожданный вами поступок. Привет, моя дорогая. Привет. Слушай, у меня к тебе сегодня просто вот очень серьезный разговор, и я хочу, чтобы ты меня выслушала и не перебивала. Хорошо? Хорошо. Я тут очень долго думал, все взвесил и понял, что лучше тебя нету на свете ни единой девушки. Ты просто ангел, которого я очень давно полюбил, и сегодня я бы хотел, чтобы ты стала моей женой. Дима, это так неожиданно. Да, я сам не знаю, мне неловко, я немножечко стесняюсь, ты не переживай, просто скажи мне, ты готова стать моей женой или же нет? Ну, да. Да? Серьезно? Да. Серьезно? Ты ж моя радость. Ой, ой-ой-ой, я тут что-то с камерой намудрил. Так, ребят, вы этого не видели? Окей. Слушай, Настя, я договорился. В общем, мы не будем тянуть, как это обычно бывает в любых свадебных делах. Мы сегодня зарегистрируем наш брак. Как ты на это все смотришь? А нам же еще нужно подать заявление, подождать три месяца. Ради тебя я это уже все сделал. Спасибо. Я договорился со всеми, и мы будем венчаться в церкви. Венчаться? Да, потому что венчаться — это на всю жизнь, понимаешь? Обычный брак, я подумал, это, ну, заключили, расторгают там постоянно люди, все такое. Ну, а венчаться — это на всю жизнь. Вот серьезно. Такое серьезное решение. Ну, я согласна. Хорошо. Слушай, тогда я думаю, что у тебя, кстати, неплохое такое платье. Просто, просто шикарное. Будем все по-оригинальному делать. У меня, кстати, тоже такой вот костюмчик. Короче, погнали. Нас уже там ждут, потому что и родственники собрались. Давай, ты за рулем поедешь, я? Давай ты. Ты все же еще боишься ездить на машине? Я тебе ее подарил уже буквально полмесяца назад. Ну и что? А езжу я выкатываю бензин. Ну, пожалуйста, давай поедешь ты. Хорошо. Чтобы сегодня никаких не приключилась с нами бед, то давай, сегодня хорошо доеду я. Так, погнали. Ты, честно сказать, я не знаю, вот у меня сейчас просто в голове столько положительных эмоций. Я не знаю, как на это еще реагировать. Ты меня извини, но, честно сказать, я немного смущаюсь, потому что первый раз в жизни своей буду заключать брак с девушкой. Вот серьезно. Ты моя первая и единственная, моя любимая девочка. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Все. Быстренько, быстренько отправляемся в церковь. Быстро. Ребята, ну что же, мы практически доехали до нашей церкви. И здесь, в принципе, Настя, мы будем с тобой венчаться. Как ты на это смотришь? Неплохая, я думаю, да? Ну, я думаю, да. Офигенная. Просто офигенная. И посмотри, сколько народа здесь собралось. Офигеть. Классно. Тут все наши родственники, все, в принципе, друзья, мои знакомые. Я что-то волнуюсь. Я сам что-то сильно прям волнуюсь. Подожди, нам... Так, тут оставляем автомобиль, потом мы его заберем. Может быть, кто-нибудь из наших заберет. А у нас тут лимузинчик. А также, смотри, вот батюшка. Добрый день, уважаемые новобрачные и гости. Сегодня, 28 марта 2017 года, вступает в брак Анастасия и Дмитрий. Уважаемый невеста и жених, сегодня... Самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая радость, счастливых дней и огорчения. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей. Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренне, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Да! С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак регистрируется. Ура! Ну что же, жена, я тебя поздравляю, теперь мы официально создали семью. И я тебя поздравляю. Так, нам необходимо сейчас отправиться домой, потому что нас там ждут, там подарки, просто вечеринка и просто офигенная пати, как ты ей просила, как ты ей мечтала. Помнишь, ты мне рассказывала, как бы ты провела свою свадьбу? Ну да, я рассказывала тебе, о чём я мечтаю, что я хочу отпраздновать, запомнить этот день на всю жизнь, помнишь? Вот, да, да, я решил всё это сделать именно сегодня, и я всё это организовала. Кстати, с завтрашнего утра мы отправляемся в кругосветное путешествие, поэтому... Офигеть! Поэтому нам нужно завтра будет проснуться и не опоздать на самолёт. Так, ладно, быстренько сейчас отправимся домой, потому что нас уже там заждались, и обязательно, обязательно, главное не врезаться, всё. Знаешь, Дим... Чё? Чё, я слушаю, да? Я хотела бы тебе сказать спасибо. Я тебя очень сильно люблю, я очень счастлива, что ты рядом со мной. И я тебя очень сильно люблю. Тут у меня, кстати, камера немного подлагивает, ну, пофигу. Ладно, погнали, 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 погнали. Так, Настя, я даже и представить не могу, что могут подарить нам наши родители. Ты как считаешь? Ну, мне кажется, мои родители подарят нам машину. Ты думаешь, машину? Посудомоечную машину. Посудомоечную, да, но вот, кстати, по поводу вот этого Мерседеса, я ничего не знаю. Да и друзья меня, по-моему... Ну, это Мерседес. Это, кстати, не такая плохая тачка. Это просто офигенная тачка, я бы сказал. Она офигенная просто. Да я тебе тоже говорю об этом. Я даже не знаю, чей этот мог бы быть Мерседес, потому что из своих родственников я не знаю никого. Ё-моё, офигеть, на нашу свадьбу вот ещё и менты катаются. Ну что же, пошли уже приветствовать наших родных и веселиться по полной, потому что я уже очень сильно хочу хавать. Ё-моё, вау. Вау, офигеть, сколько тут народа. Да ладно. Блин, давай, может, сбежим походить. Начали кричать горько и прочее. Нет, пойдём туда. И меня. Ладно, пошли, в принципе, проведаем их всех и наконец-таки отметим этот замечательный день. Вот это мы дали вчера жару, да, Настюх? Угу. Жесть. У меня ноги до сих пор как ватные. Так, друзья, уже следующее утро. В принципе, наши там до сих пор ещё отмечают. Ну, а мы отправляемся в кругосветное путешествие на наш медовый месяц. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Да, у нас уже и сил нет особо горячать, потому что мы, блин, так отвлекались, так развлекались. Мы как праздновали эту свадьбу, что... Друзья, на всю жизнь, абсолютно на всю жизнь. Так, кстати, может быть, если не поленюсь, я вставлю где-нибудь фрагментик нашего всего этого дела. Но смотрите, друзья, вот этот Мерседес, как мы и предполагали, был подарен моей тётушкой. И да, друзья, вы, наверное, таки задумались, а почему мы отпраздновали именно нашу свадьбу у тёти дома, а не у нас. Потому что, друзья, нас позвали именно сюда, да и здесь больше места будет для того, чтобы разместить всех гостей. И да, друзья, тётушка... Ну, расскажу, откуда у неё столько денег на вот такой вот шикарный подарок. Она, в общем, как вы помните, я её отправил на Мальдивы, и там она повстречала богатенького Буратину, который, соответственно, благодарил её и меня, в частности, вот таким вот подарком на нашу свадьбу. Настя, я не знаю, я на такой машине буду впервые кататься. Офигеть. Ладно, давай уже, наверное, таки на самолёт отправляемся, потому что нас по-любому там уже ждут, и назад решила сесть, да? Так, давайте мы музыку сразу уберём. Так, друзья, ну это просто, это шикарно. Кстати, тут у тебя ещё сзади есть... Есть телевизоры, которые ты можешь посмотреть. Ничего себе, вот эта машина. Офигеть, офигеть, друзья. Я действительно очень рад. Настяны родители подарили нам квартиру, друзья. Тоже, блин, ни с того ни с сего. И теперь у нас есть квартира в центре города, сейчас у нас есть и квартира, и дом. И квартира, и дом. И две машины, и одна из них красная твоя. Не знаю, можно половину продать, но я тебе могу сказать, что просто всё шикарно. Я обожаю этот день не только за то, что здесь мы поженились с тобой, а именно и за этот автомобиль тоже, и за подарки, и за то, что мы реально вот так любимы нашими родителями. Так, я боюсь на вот этой тачке вообще разгоняться, потому что, честно сказать, это же Мерседес. Блин, друзья, АМГ, офигеть. Всё, нас ждёт уже собственный самолёт, друзья, на котором мы отправимся на острова. Там будем просто шикарно проводить время, развлекаться, купаться, веселиться. Ну, в общем, как обычно это бывает. Ну, на этом, я думаю, стоит уже заканчивать данную серию. Если вы, как я уже сказал, желаете продолжения, то обязательно ставьте 7 тысяч лайков. Для вас это очень мало, потому что просмотру, друзья, ну, давайте не будем друг другу врать, набирается аж около 100 тысяч. И 7 тысяч по сравнению с этими 100 тысячами очень мало. Всё, на этом я ещё раз хочу сказать огромное вам спасибо, друзья. Поздравляйте нас в комментариях, мы будем тоже очень рады вашим поздравлениям. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не упустить новые серии по нашей реальной жизни. Да, друзья, и, наверное, многие из вас под конец уже, наверное, все офигели и задаются вопросом, а где же наш сын Сергей? Друзья, Сергея мы оставили с нашими родителями. Он немножечко приболел и, в принципе, да, может быть, мы не лучшие родители, но я доверяю своей тете, Настя доверяет своим родителям, поэтому нам, в принципе, переживать незачем. У него обычная там простуда, но она быстренько вылечится, я уверен в этом. И всё, я думаю, на этом уже всё. Реально уже пора заканчивать. И так немножечко затянули. Уж извините, если он получится немножечко коротеньким, мы решили вот сделать такую вот маленькую нарезочку всего нашего дня. И я думаю, она получилась насыщенная. Ещё раз говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поздравляйте нас в комментариях. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok